Глубоко уважаемые коллеги, я искренне рад видеть полный зал, потому что когда мы готовим программу, один из идеологов программы, профессор Киров возглавляет сегодня наше заседание, мы все время думаем, а большой ли зал уделять инфекции для анестезиологов? А не много ли мы говорим о сепсисе? А надо ли говорить о сепсисе? Но мы правда очень много с вами обсуждаем антибиотики, прокальцитонин, каждая наша встреча это всегда обсуждение сепсиса, и тем не менее, видя, правда, полный зал, мы понимаем, что мы, видимо, не ошиблись. У меня нет сегодня никакого конфликта интересов, я не буду рассказывать про антибиотики, про их механизмы действия, о том, как классно у нас появились новые антибиотики. Я просто, наверное, должен вам рассказать о системе контроля антимикробной терапии как абсолютно необходимого, облигатного инструмента, который должен быть в работе каждого стационара. НОЖ-отделение реанимации интенсивной терапии, коль уж тему так сузили, это абсолютно для нас понятно, и несмотря на то, что сейчас у нас уже в руках есть два, две монографии, две публикации 2012 года и прошлого, 2018 года по системе контроля антимикробной терапии, а из нашей любви мы именно так перевели слово антибиотик стюартшип, то мы должны себе ответить на ряд вопросов, которые вы видите на слайде. Зачем нам это нужно? Как это реализовывать? И главное, кто это должен? Если говорить зачем, то это вот тот конфликт интересов, который каждый раз испытывает любой, подчеркну, думающий анестезиолог-реаниматолог, у которого, с одной стороны, есть потребности конкретного больного, и в предыдущей лекции блестяще было продемонстрировано, что неадекватная стартовая антибактериальная терапия с задержкой увеличивает летальность, с другой стороны, широкое нерациональное использование антибиотиков, это один из мощных стимуляторов двигателя развития резистентности. И, собственно говоря, говоря об этом и постулируя эту позицию последние 6-8 лет, последние два года мы видим это очень ярко, когда мы с вами лишаемся тех антибиотиков, которые всегда мы считали очень надежными. Опять же, если мы говорим о системе контроля антибиотиков и использовании их в отделении реанимации, мы не можем эти документы, эти нормативные акты воспринимать раздельно от стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период. И я уверен, что каждый анестезиолог-реаниматолог эти 250 страниц текста прочитал. Для тех, кто не прочитал, я вывел, с моей точки зрения, три наиболее принципиальных позиции, которые нам этот документ дает. Куда мы двигаемся? Мы двигаемся в сторону ускоренного инновационного развития здравоохранения на основе результатов хорошо проведенных медицинских и фармакологических исследований. Высокая доля специализированной медицинской помощи с увеличением удельного веса высокотехнологической помощи. А я уверен, что современная антимикробная терапия в ее правильной реализации становится медицинской помощью высокотехнологичной. Я думаю, в течение двух наших заседаний мы это вам продемонстрируем и докажем. И, конечно, междисциплинарная медицинская реабилитация, если слово «реабилитацию» убрать, то это абсолютно подходит к системе контроля антибиотиков. Это проблема абсолютно междисциплинарная. При этом, несмотря на мои зажигательные речи, информации-то хорошие очень мало. В основном у нас новости плохие. То, что полный зал демонстрирует актуальность проблемы инфекции сепсиса в лечебно-профилактических учреждениях. Мы должны признаться себе, что у нас невысокая инфекционная безопасность внутри самих отделений реанимации. Что у нас абсолютно разный уровень образованности внутри вот этой мультидисциплинарной команды. В целом, да и что греха таить, у нас очень гетерогенно по знаниям и сотрудники одного отделения реанимации интенсивной терапии. Если брать структуру расхода и затраты на антимикробную терапию, если, конечно, в вашем стационаре не используют исключительно цифалоспорин третьего поколения стоимостью 2,30 за килограмм, то это высокое финансовое бремя для ЛПУ. И, конечно, мы не можем не обсуждать систему контроля антимикробной терапии, оторвавшись опять от нормативной базы в виде федерального закона 44, который нам подарил сплошные генерики, отсутствие возможности покупать качественные, неважно сколько это, новый антибиотик или старый. Главное, он качественно выпускаемый оригинальными, но и теми ограничениями, которые есть у нас в списке жизневажных препаратов и лекарственного обеспечения. Мы очень много говорим о эпидемиологии, про различные эпидемиологические исследования. Давайте посмотрим это, давайте посмотрим другие данные, давайте посмотрим распространенность тех штаммов. И, конечно, возникает или может возникать вопрос, а зачем нам нужна эпидемиология, когда мы говорим о конкретном больном, о конкретном лечении, о конкретной инфекции, о конкретной жизни. При этом мы абсолютно должны понимать, что особенно для госпитальных инфекций эпидемиологические данные – это основа организации, планирования и финансирования всей работы отделения реанимации интенсивной терапии. Больше того, эти эпидемиологические данные позволяют нам сопоставить между собой качество работы внутри одного ЛПУ различных отделений реанимации интенсивной терапии. И, конечно, безусловно, эпидемиология – это помощь конкретному больному, с чего мы начали наш разговор, в отношении анализа популяционного. Чтобы мы с вами прогностически понимали, что в этом отделении реанимации на шестой сутки ИВЛ у пациента чаще всего из нижних дыхательных путей выделяется тот или иной возбудитель с той или иной структурой резистентности. Если говорить о распространенности инфекции, то, наверное, исследование группы профессора Яковлева 2016 года – это то исследование, которое сделало в определенном смысле или зафиксировало те реальные данные, которые у нас есть, и, значит, сделало переворот. В чем переворот? Потому что раньше статистический анализ, который нам давал Росздравнадзор, не демонстрировал таких высоких цифр. Когда же это исследование провели ученые, то мы увидели, что частота госпитальных инфекций составляет по России 7,5%, по России в Москве 10,8%. Вы понимаете, каждый десятый пациент, который госпитализируется в московские стационары, подвержен или переносит тот или иной вид госпитальной инфекции. Ну вот, традиционно занимает, мы ждем очень исследований EPIC-3, традиционно у группы исследователей занимает около 2,5 лет на обработку очень большого массива данных. Почему мы ждем это исследование международное? Потому что вы видите, что российские отделения реанимации интенсивной терапии в этом исследовании заняли немаленький удельный вес, больше всех включились. 33 отделения реанимации интенсивной терапии представили данные в исследовании EPIC-3. И значит это в определенной степени даст нам возможность продемонстрировать, что есть в России, сопоставить эти данные с зарубежными данными. Потому что в предыдущих исследованиях мы эти данные не предоставляли и вынуждены были так вот просто экстраполировать, хотя экстраполяция в инфекции абсолютно невозможна. Говорить о низкоинфекционной безопасности очень просто, демонстрируя нашу с вами рутинную работу, зафиксированную на камеру мобильного телефона. Да не снимайте вы с экрана, вы снимаете у себя в отделениях. И вы это увидите то, на что мы не обращаем внимания. Дьявол в мелочах. Наши любимые тачскрины, модные мониторы. Потрогали больного, потрогали монитор. Подошла медсестра, сбросила, нажала на кнопки alarm. Всех самых перчатков, которых санировала. Подошел врач без перчаток, настроил границы этой тревоги, либо нажал старт давления у нестабильно-гемодинамического больного. Индукция в анестезию. Прекрасный анестезиолог без перчаток. Но это реалии. И давайте будем честно, просто, наверное, не у всех хватает смелости, так как у меня взять эти наши реалии поставить. Но это то, что происходит в многопрофильном стационаре в 2 часа ночи. Марат Адысович напрягся, потому что узнал руки анестезиолога. Да-да-да, это именно он, Марат Адысович. Я говорил о разном уровне образованности. Это действительно факт. Факт, который мы подтвердили очень простым пилотным исследованием в одном из многопрофильных стационаров города Москвы в 2017 году, проведя простое анкетирование. Надо подчеркнуть, что, в общем, в этом стационаре это клиника университетская, и те кафедры, которые располагаются в этом стационаре, они так или иначе занимаются, достаточно активно занимаются вопросами госпитальной инфекции, профилю резистентности. Сделаны были тематические блоки вместе с нашей группой клинических фармакологов с различным коэффициентом сложности. Коэффициент сложности вы можете оценить на слайде от совсем простых, как называется, синегнойная палочка до каких-то стационарных задач по антимикробной терапии. В какой ситуации, как или что показано, например, профилактическое лечение. То есть, казалось бы, если еще раз говорю, вернемся, не очень сложные вопросы, а главное, те вопросы, которые рутинно обсуждаются на обходах, на конференциях. Есть медицинская информационная система с стандартизацией данных, с возможностью эти данные получить методом двух кликов. В общем, все, казалось бы, да, все инструменты для доктора в его рутине доступны. Мы обследовали, в общем, и проанкетировали немало. Если в стационаре на тот момент работало, по моей памяти, 700 врачей, 214 из них мы проанкетировали, то есть это такая выборка достаточно показательная. Вы видите, что анестезиологов-реаниматологов было больше всех, 28,5%, потому что руководил на тот момент этим стационаром как раз анестезиолог-реаниматолог. Ну и дальше, оценивая результаты, мы использовали очень простую историю, университетскую. Количество процентов правильных ответов соответствовало оценке. Удовлетворительно, хорошо и отлично. Если вы увидите, что на тройку у нас так или иначе, на эти вопросы ответил только блок наш терапевтический. Кардиологи, неврологи, терапевты. К сожалению, знание анестезиологов-реаниматологов по этим вопросам составляло, ну, такую вероятность 50%, подкинутую монетку. Перевернется, не перевернется. Ну, в общем, мне кажется, не совсем подходящий вопрос. И это еще один из аргументов того, что, ну, правда, мы разные. Правда, что у нас нет времени учиться. Правда, что нас смущает, а почему за учебу мы должны платить. Ну, это я так к вопросу возмущения о том, а почему у нас форум платный. А почему он должен быть бесплатный, никто не смог на мне ответить. Правда? И это очень частый вопрос, с которым мы сталкиваемся. А какая еще резистентность? Ну, какая резистентность для дежурного доктора? Пришел в 16 часов, написал 5 дневников, утром поправил кепочку и домой. Знакомая история? А это история жизни наших пациентов на самом деле. Это те истории, о которых мы сейчас говорили. Неадекватная стартовая антибактериальная терапия, которую зачастую назначается как раз этим дежурным анестезиологом-реаниматологом, которому в 2 часа из операционной привозят больного с перитонитом. И которому надо назначать стартовую эмпирическую антибактериальную терапию. Посмотрите исследование Эргини, которое демонстрирует. Вот он тот конфликт интересов, которым мы с вами много лет пользовались в начале и середине 2000-х годов. Хотим спасить конкретную жизнь. Ничего не оценивая, максимальная стартовая антибактериальная терапия. Давайте карбопинем плюс ванкомицин, либо карбопинем плюс ленизолит. Отличная схема, ушли домой, зная, что это эффективно. Работала, работала в начале 2000-х годов. Безусловно, работала. Но только посмотрите, что мы с вами получили. Какой скачок резистентности в истинных штаммах, выделенных из крови. Мы тут можем даже не рассуждать о том, это инфекционный агент или это контоминирующий микроб. Нет, это штаммы, которые выделялись из крови. Посмотрите, что происходит. С периода с 2006 года, когда резистентность граммоотрицательных возбудителей карбопинемом в стационаре составляла около 3%. Мы с вами за 6 лет получили порядковое увеличение на 0, 60-70% резистентности. Ну и примерно такие же цифры, такой же тренд мы видим и для микробов, выделенных из нижних дыхательных путей. А раз так, то без внедрения системы контроля антимикробной терапии, вот этот вариант у нас уже максимальной антибактериальной терапии больше не пройдет. Как это сделать? Ну на самом деле, для того, чтобы это сделать, надо еще раз вспомнить про банальные-банальные вещи. О том, что существуют показания для назначения антимикробных препаратов. И не всегда лихорадка это показания для назначения антибиотиков. И что не всегда лейкоцитоз это показания для назначения антимикробной терапии. И что у нас есть всегда критерии того или иного диагноза, который состоит не только из лабораторных исследований, но и вообще я хочу вам напомнить, что мы это с вами лечим-то не анализом, мы лечим с вами больного. И о том, что помимо антибиотикопрофилактики у нас есть инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Это самый мой любимый вопрос. Каким антибиотикам лечить пневмонию в сезон грипп у анестезиолога-реаниматолога, работающего в палате интенсивной терапии? Очень небанальный, сложный вопрос, к которому нельзя подойти, если у вас нет понимания, что такое система контроля антибиотиков в стационаре. Основа, конечно, методологическая основа, это книжка 2012-2018 года. К сожалению, с небольничными пневмониями, на примере анестезиолога я вам показал, что с формальной точки зрения это вне больничной истории. А раньше всегда было очень просто. Вне больничной истории, достаем телефончик, запускаем программу под названием Sanford Guide. И там вам четко подказывано, при какой инфекции какой антибиотик назначить. Но оказывается, что эти рекомендации стратификации не работают. Оказывается, что на вне больничную инфекцию очень большое значение вносят определенные внешние факторы. Ну, такие, как, например, анамнез за последние три месяца получал или не получал антибиотик наш пациент. Это длительность развития инфекции в период нахождения больного в стационаре. Это высокая распространенность резистентности возбудителей у пациентов конкретного отделения. Обратите внимание, следующий вопрос. А чем лечить пневмонию у члена семьи этого анестезиолога-реаниматолога? Можно ли к нему с банальными подходить вопросами? Или надо выделять? Выделять там концепцию в первую очередь. Россия самая и Турция – две страны, где чаще всего мы встречаем механизм резистентности в виде гиперпродукции бета-локтомаз расширенного спектра. Того фермента, который разрушает все цифалоспорины третьего поколения. Мы можем говорить о том, что мы это знаем, но если взять опять потребление цифалоспорина в третьего поколения большинства ЛПУ, мы понимаем, что что-то у нас в сознании МИСБЛ точно не нужно. Таким образом, назначение антимикробной терапии из банального приема и написания в карте интенсивной терапии превращается в целую стратегию, которая должна быть уложена в голове врача, работающего в палате интенсивной терапии. Диагноз в виде очага инфекции, оценка факторов риска инфицирования резистентными штаммами, понимание локального микробиологического пейзажа с выбором истории – эскалация, деэскалация или максимальная антибактериальная терапия. Раз есть такой пакет знаний, то должен вопрос, конечно, быть задан нам себе. Кто определяет стратегию? Лечащий врач, зав. отделение, клинический фармаколог, врач-эпидемиолог или врач-бактериолог, который этот микробиологический пейзаж своими ручками коллекционирует в чашке Петри. С моей точки зрения, если вопрос становится у вас в стационаре так, то никакого ската никогда не будет. Надо вам расходиться. Если мы думаем с вами, что скат – это какая-то придумка 2012 года, нет, абсолютно неправда. С незапамятных советских времен в каждой больнице по приказу должна была существовать комиссия по гноэносептическим осложнениям. Эта комиссия и есть та предтеча комиссии, которая формирует у нас этот злосчастный стюартшип или выбор антимикробной терапии. Ну, на Западе это называется infection team, назовите это очень модно, кардиоконсилиум, онкоконсилиум, пожалуйста, назовите это инфекционным консилиумом. Как ни назовите, важно, чтобы это работало. Важно для того, чтобы не было доминанта у врача-анестезиолога-реаниматолога, который у нас в стране часто формируется. Что, зачем мне это знать? Я вызову клинического фармаколога. Пусть он придет мне это, напишет, а я как пойду, уначе меда подпишу, чтобы получить антибиотики. Это очень грустная история. Вместо того, чтобы взять и обучить внутри очень простой истории. Истории стратификации пациента, которую можно спокойно в рамках напоминаловки иметь у себя на столе в отделении интенсивной терапии. И когда доктору в 2 часа ночи привезут тот самый каловый перитонит, узнать, что это пожилая пациентка, которая за последние 3 месяца трижды лежала в стационаре. Что у нее есть все факторы риска. И поэтому, несмотря на то, что ее привезли из дома, и с формальной точки зрения у нас перитонит вторичный, то бишь вне госпитальной, факторы риска у этой пожилой коморбидной пациентки настолько высоки инфицирование резистентными штаммами, что ей надо назначать антимикробные препараты, которые эти механизмы резистентности преодолевают. И, конечно, как и любая технология внедрения системы контроля антимикробной терапии в стационаре, это не только контроль. Это в первую очередь обучение, это прогнозирование того, что нас ждет, и только потом контроль. И если мы вот эту цепочку с вами замыкаем, тогда у нас эта ситуация начинает работать. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на вопросы.